новость об отставке российского правительства и о переменах в структурах власти которые предложил президент федеральном послании парламенту сегодня занимает естественно первые места как в российских сми так и в социальных сетях и youtube каналах и везде появляются комментарии появились они и у нас суть которых сводится к тому что все это косметический ремонт который ничего не меняет ну то есть в точности по басне крылова а вы друзья как не садитесь все музыканты не годитесь давайте поговорим немного о том что все-таки может меняться и на каких условиях как известно в общем-то из школьного курса есть условия необходимые и есть достаточные и тот оптимизм вот наш вернее даже не оптимизма надежды на перемены которые я высказал в предыдущем видео на тему отставка российского правительства связано именно с тем что сегодня произошли еще недостаточные но уже необходимые перемены формула кадры решают все которое появилось в нашей стране не самые светлые и дни конечно же нельзя делать всеобъемлющим ответом на любые вопросы но тем не менее не просто доля истины а огромная доля истины в этой формуле есть и лично я как и многие наверное другие не готов был вообще поверить в возможность каких-либо перемен без изменений в структуре персон которыми этими самыми переменами да и в целом нашей страной управляют поэтому на мой взгляд отставка правительства причем отставка неформальная когда потом все пересаживаются и бывшие министры становятся помощниками президента бывшие помощники президента министрами мы это уже однажды наблюдали отставка реальная с заменой ключевой фигуры премьер-министра мне кажется это тот случай когда необходимые условия уже соблюдены а вот достаточно или об этом чуть позже что касается самих кадровых перемен то на мой взгляд главное вот в чем дело в том что правительство конечно же это не сумма неких министерств и ведомств это тоже рабочий орган причем слово тоже довольно неудачное это главный рабочий орган особенно в стране которые с точки зрения социальных и экономических условий находится в таком сложном периоде как россия я сейчас за скобками оставляю политику поиск виноватых и вот 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 все вот это что более уместно рассматривать на каналах навального и раши тудэ чем на нашим если же говорить о деле то правительство в последние годы на мой взгляд перестала быть неким работающим механизмом все что мы видели это образцово показательные по сути постановочные заседания под многочисленные телекамеры где премьер с весьма усталыми глазами говорит о том что хотелось бы достичь а я не знаю как вы но я в силу возраста помню еще каждого 1 мая публикацию вся первая страница газеты правда была занята первомайскими лозунгами полагаю что тогда чтобы написать эти лозунги чего мы собственно хотим там пусть процветает наша родина и так далее так далее хватало одного какого-нибудь заштатного референта в соответствующем отделе цк кпсс чем кучи рабочих групп вот как стратегия 2020 которую мы разбирали буквально на днях так и все эти постановочные телевизионные заседания правительства сводились к тому что люди говорили о том чего хотелось бы ну хотелось бы отлично нам тоже вот нам которые внизу нам тоже очень бы этого хотелось после чего все расходились камеры гасились и премьер исчезал в неизвестном направлении поэтому перемена который мы видим сегодня означает одно я не знаю кто такой мишустин я не знаю кто он такой с точки зрения его взглядов на управление экономику его взглядов на механизмы стимулирования развития которые надо включать я всего этого не знаю но я точно знаю одно что господин мишустин в отличие от господина медведева вряд ли премьер который будет работать на телекамеру мне кажется что это тот случай когда вот таких людей обычно называют техническая фигура в хорошем смысле техническая что это рабочая лошадка которая однозначно будет работать как куда в какую сторону посмотрим что называется в ближайшие же месяцы уверен увидим что касается дальнейшей перетряски то понятно что эта перетряска конечно же не затронет силовые ведомства и конечно же не распространится на министерство иностранных дел несмотря на те перемены в конституции то есть в управленческой системе государства который предложил сам путин эти министры конечно же в ближайшее время останутся в его личном видении и наверное это не хорошо и неплохо это просто не имеет отношения к социальным экономическим задачам которые хотелось бы чтобы новое правительство взялось решать так что оставим и это за скобками или вот на этих самых политических каналах что касается экономической управленческой части правительства то полагаю здесь нас ждут большие кадровые перемены и в ближайшее время мы их увидим но уверен что новый премьер одним из условий своей работы конечно же поставил возможность поменять ключевых министров с точки зрения социально-экономического блока и важно за скобками оставить вот этот беспрестанность подачи некоторых псевдо патриотических сми разговор о каком-то вот плохом либеральном лобби в правительстве потому что во первых у нас в россии так по-моему и не поняли смысл слова либерализм либерализм это всего лишь система взглядов при которой человек хочет чтобы государство было поменьше в его жизни неважно в какой социальный в бизнесовый в рабочий в любой другой эти люди конечно же к либерализму отношения никакого не имеют это скорее классические монетаристы опять же хорошо это или плохо это слишком долгий разговор но дело не в ярлыках дело в том каких конкретно с точки зрения своих рабочих возможностей людей предложит господин мишустин ну это мы увидим в ближайшее время еще один важный момент это переподчинение правительства парламенту почему мне кажется что это все-таки не из числа ерунда какой-то ярлык делают вид перемены но на самом деле ничего нет мне кажется что тем самым президент переставляет точки ответственности за управление социально-экономической частью нашей жизни на правительство и парламент и это в общем очень правильное решение у нас очень много разговоров об экономике развитии упираются так или иначе в разговор о политическом режиме и есть один пример пример компромиссный который в общем то может быть для россии имеет смысл иметь как минимум в виду это пример франко который оставался у власти практически 40 лет но который отделил собственную политическую незыблемую власть от конкретного управления социальном и экономическом развитии и при нем перетряхивались правительства которые абсолютно подчинялись парламенту при нем возникали кабмины технократов и именно такой подход дал возможность сочетать опять же извините за отсылку русской литературной классики сочетать коня и трепетную лань то есть незыблемый политический режим основанный на одном человеке и вполне нормальное управление экономикой и всем тем что называется народным хозяйством основанное на смене кадров на смене правительств на различных кабинетах на межпартийной нормальной конкуренции и так далее и так далее господин франко отделил себя от системы текущего управления и наверное на сегодняшний день это один из немногих в мире до вы достаточно тоталитарных правителей которые оставил за собой весьма добрую память как с экономической точки зрения так практически из политической что для вас значит цифры 24 712 код от сейфа дата рождения или годовщина свадьбы порядковый номер очередного документа в архиве для нас это время свежих экономических новостей 24 часа в сутки 7 дней в неделю 12 месяцев в году все самое важное на портале finversia.ru о необходимых условиях для перемен мы поговорили а теперь о достаточных вот здесь мне кажется большая проблема потому что конечно же вся эта кадровая управленческая перетряска и все эти перемены ничего не дадут реально ничего не дадут ни экономики ни социальной ситуации если не будут соблюдены другие условия на мой взгляд основных условий два первое это система налогов система налогов в широком смысле слова не в юридическом де юре а вот де-факто что мы как граждане и что мы как бизнесы и имеем в качестве нагрузки на себя я честно говоря не верю что при существующей системе налогообложения возможен серьезный экономический прорыв правда ужасное слово прорыв рывок вот все это в стиле китайских мао цзэдунцев вообще какое-то серьезное движение изменения ситуации и в основном это связано во первых с ндс потому что 20 процентная ндс это конечно же налог который стоит на страже интересов бюджета но налог который никак не может поспособствовать развитию экономики снижение резко ндс до 15 14 процентов позволило бы как мне кажется снизить и ключевую ставку и таким образом одновременно обеспечить и приток дешевых денег в экономику и не дать им перерасти в инфляцию за счет снижения этого самого ндс ну а вторая тема она известна россия уже пробовала и почему-то к сожалению отказалась от этой ситуации это существенная то есть минимум процентов на 10 нагрузка всего того что можно назвать налогом на зарплаты неважно как они называются до июре сборы и отчисления социальной медицины вот все вот вот это что не дает прежде всего малому и среднему бизнесу россии либо нормально платить либо выходить из тени в белое налогообложение и в этом смысле конечно же надежды на изменение налоговой системы достаточно малы поскольку явно у кремля основная цель и основное понимание как как бы предусмотреть некую свою подушку безопасности заключается в том что бюджет был неизменно профицитным и чтобы была вечная заначка так как господин мишустин это и есть руководитель федеральной налоговой службы который действительно в рамках тех задач которые были поставлены перед ним усилить фискальное давление эффективность их выполнил но выполнил именно в той идеологии которая противоречит свободному развитию российского рынка российского производителя мне кажется что здесь конечно же заложено такое сутевое противоречие между личностью и тем чем занимался новый премьер ранее и тем что необходимо экономике россии будет кстати интересно посмотреть на взаимоотношения в этом плане нового правительства и банка россии поскольку главное что влияет на развитие экономики то есть денежно-кредитная политика определяется с одной стороны налогами а с другой стороны условиями работы финансового рынка и ключевой ставкой конечно к теме налогов косвенно примыкает и тема потребительского спроса но постулат о том что потребительский спрос это главный триггер развития экономики я думаю несмотря на всю свою банальность его мягко говоря никто не отменял а с потребительским спросом с потребительской возможностями в россии сегодня обстоят дела мягко говоря плохо во-первых из-за того что доходы населения либо реально снижаются либо в лучшем случае остаются неизменными а во-вторых потому что в расходы которые вроде как не обязательно реально добавляются все новые и новые какие-то обременения некие оброки которые мы так или иначе платим ну пример с парковками платными которые уже не только в москве а практически во всех городах россии появились один из наиболее ярких случаев когда формально говоря вот у меня есть некие располагаемые доходы и вроде как я могу их бросить на потребительский рынок но реально просите вы забрали часть этих денег за парковку в какие-то давайте говорить откровенно блатные фирмы у которых счета чуть ли не на кипре и все эти деньги еще и покинули нашу страну и все это под эгидой того что якобы муниципальные власти заботятся об инфраструктуре города и подобных примеров нашей жизни очень много но вот пример из моей личной практики у меня в рамках компании есть небольшой интернет магазин который приносит мне допустим где-то 20-30 тысяч прибыли ну не прибыли а дохода от продажи книг в нем эти 20-30 тысяч поступают на счет компании с них берутся налоги все нормально но появился закон об онлайн кассах и это означает что на меня ложится де-факто некое обременение которое до юри вроде как не обязательно ну хочешь не имей магазин но на самом деле содержание этой онлайн кассы полностью съест доход этого маленького магазина формально не налог реально обременение я думаю что в каждом конкретном виде бизнеса можно найти если не тысячи то сотни подобных примеров и сюда же попадает момент относительно инвестиционной активности мне как человеку который инвестирует как биржевому трейдеру инвестору мне конечно же всегда импонирует призывы властей в том числе и высказанные в последнем послании президента относительно необходимости поднять инвестиционную активность это все нужно для экономики россии ну и сами понимаете все что говорится в связи с этим можно назвать бла-бла-бла можно назвать реально проанализировать серьезно без иронии неважно окей активность инвестиционную надо поднимать но простите если вы у меня забрали часть денег на парковку на кипре в москве в москве конечно же деньги на кипр парковку москве часть денег за какое-то обременение по бизнесу который платит налоги часть еще так часть так часть так то что же я буду инвестировать поэтому все меры по стимулированию инвестиционной активности например есть прекрасное решение о создании индивидуальных инвестиционных счетов действительно замечательный механизм хорошее решение российского минфина и дай бог ему процветать но все эти меры окажутся что называется мертвому припарками если мы не снимем обременение с этих самых малых и средних бизнесов и просто с граждан россии чтобы у них просто появились эти самые деньги которые они могли бы инвестировать а государство стимулировало бы их за это поэтому без снятия обременений и облегчения налоговой системы я думаю что все призывы к активизации инвестиций в стране так и останутся теми самыми первого майскими лозунгами чтобы продать что-нибудь ненужное нужно сначала купить что-нибудь ненужное у нас денег нет и наконец третье и последнее необходимое условие это наш российский бюджет бюджет россии 2020 согласно проекту министерства финансов россии исходил из следующих параметров но в общем нормальный трезвый четкий расчет трехпроцентный уровень инфляции 67 68 рублей за доллар цена нефти 42 доллара за баррель марки urals и так далее и так далее в нем заложен весьма значительный профицит 876 миллиардов и соответственно некоторые другие важные показатели которые определяют основную параметрию бюджетом идем далее теперь самая главная структура бюджета россии 2020 и посмотрим может ли такой бюджет быть бюджетом развития и так на национальную оборону в открытой части бюджета есть еще секретная закрытая отводится 4 и 8 десятых процента на национальную безопасность тоже в открытой части 7 и одна десятых процента на правоохранительную деятельность с учетом закрытой части 26 и 6 десятых процента более четверти российского бюджета идет на то чтобы вот охранять все это хозяйство содержание государственного аппарата 6 и 6 десятых процента национальная экономика 11 и 6 десятых процента обслуживание государственного долга 4 и одна десятая процента субсидии регионам россии 4 и 5 десятых процента и мы понимаем что часть это вопрос развития а часть это поддержка тех самых государственных аппаратов и так далее жилищно-коммунальное хозяйство 1 и 1 десятая процента социальная политика 22 и 7 десятых процента образование 4 процента здравоохранение четыре с половиной процента и охрана окружающей среды 1 и 6 десятых процента напомню что согласно стратегии 2020 планировалось к двадцатому году тратить на образование и здравоохранение по семь процентов причем внимание интересный момент по семь процентов не бюджета а по 7 процентов от ввп и если бюджет например сегодня составляет в районе 18 20 триллионов рублей то российский ввп давно превысил 100 триллионов рублей таким образом мы предполагали что будем тратить на образование и здравоохранение которых кстати в самом начале послания сказал президент россии владимир путин около 14 15 триллионов рублей то есть планировалось тратить 75 процентов того что сегодня составляет бюджет на здравоохранение образования нехитрые подсчеты конечно обобщенные показывают что в итоге к двадцатому году мы тратим на здравоохранение и образование в 10 раз меньше чем планировалось вот этой самой прекрасной стратегии 2020 теперь попробуем посмотреть на бюджет россии вот не по его официальным статьям расходов от как бы смыслово обобщая их и тут выясняется любопытная вещь что на условно говоря охрану охрану страны охрану нас от преступников охрану еще кого-то от кого-то вот на все вот эту самую любимую российский вид деятельности и на государственный аппарат уходит более 45 процентов государственного бюджета на экономику включая поддержку регионов что не всегда экономика зачастую это пустая трата денег уходит около 20 процентов государственного бюджета и наконец на социум уходит чуть больше трети государственного бюджета причем на образование здравоохранения из этой трети уходит всего лишь восемь с половиной процентов ну и соответственно возникает естественный вопрос вот с этим бюджетом можно обеспечить социально экономическое развитие на мой взгляд я понимаю что довольно резкая резкий вердикт беру на себя но на мой взгляд ответ однозначный нет поэтому резюмируя можно сказать так что кадровые перемены в правительстве и переподчинение правительства парламенту это конечно же необходимое условие существенных перемен но как минимум необходимы еще два радикальных шага первое изменение структуры российского бюджета и второе изменение системы налогообложения и вообще системы всех обременений которые ложатся как на российский бизнес так и на российских граждан ну и последний самый главный момент о котором я на канале финверсия посвященным совершенно другим темам мы как-то вот случайно в эти дни ушли в темы почти политические но тем не менее говорите об этой теме не хочется это просто не в зоне нашей интересы но наверное придется все это не будет работать если не будет что-то сделано с главной сегодняшней бедой россии а название у нее понятно это коррупция и под коррупцией надо иметь в виду уже далеко не простое воровство бюджетного средств не взятки не проблемы в правоохранительной сфере а в том числе и многочисленные блатные бизнесы которые возникают при тех или иных органах власти особенно при муниципальных вот эти самые блатные парковочные компании вот эти все перекладывания поребриков в случае с петербургом бордюров в случае с москвой и так далее и так далее вот эти все покраски постройки освещения иллюминации иллюминации де иллюминации и так далее вот все это совокупно и называется коррупции а вот удастся ли ее победить ну опять же конечно можно надеть розовые очки сказать да удастся сейчас примем план по борьбе с коррупцией или можно наоборот сказать да нет это нереально это вообще не решаемое все про все пропало это зависит уже наверное в какой-то степени не только от правительства а от нас потому что новые выборы в думу это во многом получается будет и и косвенно выбор правительства так что здесь не все мы можем сделать но наверное можем попытаться и почему-то в связи с этим с учетом всего что происходит в нашей стране в последнее время мне приходит на память фрагмент из одного старого голливудского боевика время их истекло уже стекло мы не договоримся наше терпение кончилось мы больше не боимся бойтесь теперь вы ну и наверное последнее любопытные комментарии под предыдущим видео о том что автор питает розовые надежды что выглядит все это наивно и так далее и так далее если не надеется на перемены значит наверное перестать надеяться на будущее россии а лично я к этому не готов потому что приходят и уходят президенты правительства парламенты медведевы мишустины паракчеевы бенкендорфы победоносцевы а россия все-таки остается часто бедный часто как говорил достоевский униженный оскорбленный но она остается и тысячу лет преодолевала и нашествия и проблемы и что самое страшное для нашей страны внутренние нашествия так что давайте все-таки надеяться причины к этому есть может быть не в сегодняшнем дне во вчерашнем и даже позавчерашнем но они есть в конце концов у нас с вами есть страна которая одновременно наш дом которая не умерла за тысячу лет катастроф плохих правителей нашествий природных бедствий и так далее не умрет наверное и теперь здесь у нас холодные рассветы здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты надежда мой компас земной а удача награда за смелость а песни доволен одной чтоб только о доме в ней пелось активные инвестиции стратегии 2020 весна это информационно-консультационный вебинар яна арта для частных инвесторов плюс дополнительные видеоматериалы об основах успешных инвестиций в ходе вебинара вы узнаете инвестиционные планы яна арта на весну до 2020 года познакомитесь с его прогнозами по курсам рубля доллара золота и нефти сориентируйтесь в доступных рынках и инструментах поймете какой уровень доходности достижим при активных инвестициях решите для себя какой стиль инвестиций подходит вам узнаете как оценить свою восприимчивость к риску и наконец составите собственный план и архитектуру активных инвестиций на 2020 год вебинар состоится 15 февраля 2020 года дополнительные видеоматериалы предоставляются участникам сразу после регистрации и оплаты для участия и регистрации в программе перейдите по ссылке в описании под видео не упустите шанс на скидку в 1000 рублей при записи до 31 января по ссылке в описании под видео Субтитры создавал DimaTorzok